Итак, доброе утро, уважаемые представители, я с вас в информации, мы начинаем пресс-конференцию. Сразу же хотел бы озвучить тему нашего мероприятия. Подготовка города Минска к празднованию Нового Двества и Нового Года. Анонс главных культурных мероприятий, организация ярмарок, еручных базаров, а также работа предприятия общественного питания в новогодние праздники. И я также хотел бы представить наших гостей, участников пресс-конференции. Александр Викторович Шестаков, заместитель начальника управления культуры Минского городского исполнительного комитета. Дмитрий Павлович Лиханов, начальник отдела организации торговли и общественного питания, главного управления поделительского рынка Мингородского полкуна. Татьяна Леонидовна Конитина, первый заместитель директора государственного предприятия Минск реклама. И Воробцов Александр Анатольевич, главный инженер интернет-предприятия Мингородского. Коллеги, работаем в течение 45 минут. У нас запланированы небольшие сообщения от наших гостей. Если не будет возражения о той последовательности, как я вас представил, после чего будет возможность задать в последующие вас вопросы. Александр Викторович, пожалуйста, прошу вас, к вам слова. Добрый день, уважаемые представители средств массовой информации. Всегда приятно накануне каких-то праздничных мероприятий встречаться здесь, в пресс-центре. Поэтому в первую очередь начнем с основных мероприятий, которые будут проходить на территории города Минска. Заранее предупрежу, что более подробная информация, наверное, уже есть на сайте. Сегодня точно появится, потому что работают с ним те люди, которые оформляют красиво на сайт, для того, чтобы это было доступно и понятно простым языком для наших граждан, в том числе и гостей нашей столицы. Поэтому теперь больше непосредственно к основным мероприятиям перейду. Значит, основные республиканские мероприятия, которые планируются на территории нашего города. Это акция «Наши дети». Она проходит с 9 декабря по 10 января. Благодарительный новогодний праздник для детей во Дворце Республики в рамках акции «Наши дети» с участием различных высших должностных лиц. Это будет проходить 27 декабря. Республиканский новогодний бал для молодежи во Дворце Независимости. Венский бал, еще мы его называем, пройдет 28 декабря текущего года. Новогодние праздники во Дворце Независимости пройдут 29 декабря и 4 января. Торжественная церемония вручения премий за духовное возрождение специальных премий президента Республики Беларусь деятелям культуры и искусства специальных премий президента Республики Беларусь-Беларусской «Спартыно-Олимп» состоится 9 января во Дворце Республики. Хоккейно-рождецкий турнир, он уже в следующем году получается 15 по счету. Состоится у нас на Чижовке Рене с 3 по 7 января. Это из республиканских. Из городских мероприятий основных это 21 декабря в 15.00 в Минском городском Дворце Детей и Молодежи состоится новогоднее мероприятие «Бал во Дворце». Для студентов и старшеклассников нашей столицы, добившихся особых успехов в учебе, в том числе творчестве и спорте, 26 декабря в 14.30 в нашем Белорусском государственном цирке пройдет благотворительное новогоднее театрализованное представление для детей города Минска с участием руководства Мингородсполкома. На данное мероприятие приглашены дети различных категорий, в том числе дети-сироты, оставшиеся без попечения родители, дети-инвалиды, дети из многодетных семей, малообеспеченных семей и других категорий. Значит, представление в Белорусском государственном цирке для оригинальных каких-то делегаций, прибывших на благотворительный новогодний праздник во Дворец Республики, оно будет в этот же день, но в 17.15. Значит, с 14 декабря на площадке Дворца спорта, ну, я думаю, тут уже коллеги Дмитрий Павлович более подробно расскажут, уже идет праздничная раздевшая ярмарка «Колярный кермаш». В Верхнем городе с 28 декабря по 5 января на Ратушной площади в вечернее время, наверное, пометьте, будет достаточно интересно, когда уже время есть, оно как бы более предметно, значит, 28 в 20.00, а уже с 29 по 5 января включительно в 17.30 и 20.00. Пройдет новогодний спектакль «Волшебная шкатулка Деда Мороза». Ну, можно немножечко про нее рассказать, что, скажем так, все-таки это исторический центр, да, Ратушная площадь, как мы привыкли называть, это в историческом центре неожиданно появится чудесный ларчик. Кто-то, наверное, подумает, что это очередная новогодняя шутка, но на сей раз это все серьезно, и Дед Мороз подарит минчанам волшебную шкатулку, вот, которая открывается только дважды в день, ну, как вы уже по времени тоже поняли, да, именно в 17.00, о, 17.30, прошу прощения, и в 20.00, ну, кроме 28.00, ну, кроме 28.00, и не упустить, важно, шанс свой и увидеть данное представление впервые. Это все самому. Поэтому помните, что именно шкатулка открывается для тех, кто верит в чудеса, и действительно по-настоящему ждет Нового года. Поэтому приходите, она будет, как я говорил, ежедневно, начиная с 28.00 по 5.00 января. Значит, также 28.00 будет проходить новогоднее шествие Дедов Морозов и Снегурочек. Маршрут движения это от площади Независимости, и завершать это шествие будет по проспекту Независимости до Октябрьской площади. Соответственно, что на самой Октябрьской площади, так как шествие, оно, ну, туда поэтапно будет продвигаться, будет там завершаться это шествие новогодней сказкой «Новогодний звездопад». В чем суть данной сказки? Ну, так кратенько тоже, она будет проходить у нас ежедневно с 28.00 по 5.00 января по времени. Значит, 28.00 января, ой, декабря, прошу прощения, в 18.00 и 21.00. То есть, повторю, чтобы не сбиться, да, 28.00 декабря в 18.00 и 21.00. То есть, 29.00 декабря по 5.00 января, это у нас 19.00 и 21.00. То есть, если вы правильно проанализируете, наши жители города Минска могут за один вечер посетить два мероприятия. То есть, непосредственно представление на верхнем городе у Ратушной площади, да, на Ратушной площади и на Октябрьской площади. Значит, шестый примет участие около тысячи участников, в том числе представители крупных предприятий города. Ну, одни из таких ярких, это, соответственно, Минский тракторный завод, коммунарка, ну и другие, которые вы, в принципе, увидите непосредственно в шествии. Скажем так, ну, остальные вопросы там связаны с праздничной, там у нас какие-то секреты, то, конечно, уже тут уверен, что Александр Анатольевич больше расскажет. Ну, а еще очень важно, обычно задаете всегда вопросы, а будет ли салют, фейерверк. Сразу говорю, салюта не будет, будет фейерверк. Это фейерверк планируется на площадке у Дворца спорта в час тридцать. Соответственно, в рамках фейерверка планируется использовать современные пиротехнические изделия и пусковое оборудование, изготовленное различными производителями, в сопровождении лазерного шоу и, соответственно, оригинальной музыкальной музыки. Значит, в ассортиментах будет ожидать вас большой ассортимент различных спецэффектов, что, я думаю, разукрасит и придаст праздничность самой атмосфере. И, соответственно, Новый год без сказочности, поэтому будет и определенная через фейерверк высказана какая-то предоставленная сказочность. Поэтому, кроме этого, в каждом районе города Минска пройдут различные рождественские ярмарки, новогодние представления, различные концертные программы, творческие проекты, физкультурно-спортивные праздники. Кроме новогодних рождественских концертных баллов, спектаклей, подготовленных различными учреждениями культуры, крупными торговыми центрами, в том числе дворцами культуры. Поэтому эта информация, она вот сейчас появится. Я думаю, что, в принципе, вот кратенько, я думаю, наверное, достаточно, если можно, конечно, на этом остановиться. Большое спасибо, Александр Викторович. И, прежде чем передоставить слово, Лидий Павлович, я хотел бы уточнить мне несколько его правильную должность. Пожалуйста, коллеги комиссии, заместитель начальника отдела организации торговли общественного питания, главного управления, потребительского рынка, Лидия Располкова. Лидий Павлович, пожалуйста, прошу вам слово. Добрый день, уважаемые представители средств массовой информации. Отоправительные мероприятия к новогодним праздникам в столице проведены. Покупательский спрос удовлетворяется по всем группам продовольственных и непродовольственных товаров. Предприятия торговли создали необходимые запасы шампанского, кондитерских изделий и иных товаров. Ожидаемая реализация шампанского и винных ристых в четвертом квартале текущего года составит 2,7 млн бутылок, что выше уровнем прошлого года на 102%. В ассортименте сегодня насчитывается до 50 наименований. Цены варьируют емкостью 0,75 литров от 4,99 руб. до 15 рублей за выдержанное шампанское. На сегодняшний день организациям торговли города обрушено порядка 450 тысяч штук новогодних подарков, или 115% к прошлому году. Из них приоритетно коммунатка 375 тысяч штук, а также спорта 70 тысяч штук. Ассортимент насчитывает свыше 60 наименований. Цены в диапазоне от 5 рублей 58 копеек до 65 рублей в зависимости от состава, веса и вида упаковки. От 300 до 3 килограммов. Активизирована работа с промышленными предприятиями Республики и поставщиками по формированию ассортимента подарков и сувениров, товаров с рождественской и новогодней тематикой. Столичные универмаги уже в октябре начали подготовку и организовали работу специализированных отделов по продаже елочных украшений. Покупателям предлагается более 3000 наименований елочных украшений, сувениров, сформированных подарков и другой праздничной атрибутики в широком церновом диапазоне. Планируется продать порядка 120 тысяч штук новогодних украшений, в том числе отечественных более 15 тысяч штук. Особым спросом в этом сезоне у покупателей пользуются новогодние украшения, такие как новогодние венки, ветки, шишки, кольца для свечей и стеклянные шары. Устойчивым спросом у жителей и гостей столицы пользуется продукция отечественного производителя елочных игрушек. Белл Палм, который изготавливает елочные игрушки как массового потребления, так и ручной работы под старинной. Эта продукция в широком ассортименте представлена во всех универмагах города. Активные продажи елочной атрибутики стартовали в столичных универмагах в середину декабря. В универмагах представлено свыше 100 видов искусственных новогодних деревьев. Это ели, сосны. Из них более 40 видов отечественного производства. Девилон, Бифорес, Батистар и другие. По розничным ценам от 4 рублей 50 копеек до 705 рублей. Эта цена от метра и свыше 3 метров, свыше 365 рублей, они выполняются под заказ. Что касается елочных базаров в этом году. 3 декабря состоялся аукцион, на котором определилось 80 площадок по продаже живых елей. Победителям торгов получили право в течение трех лет торговать елками на выбранной площадке. Купить новогодние деревца можно будет с 22 декабря начнутся продажи, по 31 декабря включительно во всех районах города. Время работы точек определяют сами, непосредственно продавцы, впрочем, как и цены. Адреса мест, где разместится елочная торговля, можно узнать на сайте агентства Минск новости или на сайте Минского горосполкома. Весхозы планируют поставить городу Минску порядка 30 тысяч штук живых елей, что соответствует уровню прошлого года. Живые хвойные деревья, ель колючая, пихта, сосна в катках можно приобрести в гипермаркетах Ома, Материк, Гипа, в магазине Центрального ботанического сада по Сурганово 2В, в отдельных автозаправочных станциях по ценам от 11 до 100 рублей, в зависимости от вида дерева и его величины от полуметра до полутора метров. Какие же акции мы предусмотрели в торговых объектах столицы? Подготовлены различные многочисленные акции, распродажи, скидки, как предприятиями, так и с участием поставщиков. На декабрь запланировано порядка полутора тысяч разнообразных мероприятий акционных. К примеру, в Универмаге Беларусь по 31 декабря проходит акция с Минским зоопарком. При покупке непродовольственных товаров на сумму свыше 15 рублей скидка предоставляется 30% на билет в зоопарк. Соответственно, при покупке трех билетов в зоопарке купон на скидку 30% на непродовольственные товары стоимостью свыше 5 рублей в данном Универмаге. Весь декабрь проходит кросс-акция с аквапарком Лебяжем. При покупке товаров на сумму от 25 рублей и более в одном чеке покупатель получает дополнительный чек со скидкой от 25 до 50% максимум для трех человек. На посещение аквазоны на выбор приобретения услуг в РК Аквапарк Лебяжа клиент получает дополнительный чек акционный клайер со скидками для покупателей в данном Универмаге. Столичный ЦУМ в декабре каждую субботу с 14 до 15 часов проводит мастер-класс по украшению новогодней елки. В новогодней фотозоне Дед Мороз и Снегурочка поздравляют детей с наступающими новогодними праздниками. ГУМ в период с 20 по 22 декабря проведет акцию «Время волшебства» с предоставлением скидки до 32% на непродовольственные товары. Торговый центр «Столица» в рамках акции «Рождественская неделя скидок в столице» в период с 23 по 31 декабря арендаторами торгового центра будут предложены покупателям скидки от 10 до 70%, а на некоторый ассортимент товаров до 80%. Это ювелирные изделия. Объекты общественного питания к Рождеству и Новому году проведут порядка 850 выставок продаж кулинарных и кондитерских изделий, в том числе в авторском исполнении, мастерами-поварами и мастерами-кондитерами города. Продукцию можно будет заказать в обычном банкетном исполнении с доставкой набора. Все рестораны и кафе организовали прием заказов на праздничное обслуживание взрослых и детей. Кроме того, подготовлены новогодние программы для посетителей. В объектах общественного питания стоимость корпоративных мероприятий остается на уровне прошлого года и составляет от 50 рублей, стоимость заказа же в новогоднюю ночь от 100 рублей на человека. Для расценки для проведения детских утренников отталкивается от 27 рублей за ребенка в зависимости от разнообразия развлечений. Для утренников и детских развлекательных программ покупателям предлагается свыше 100 видов корневальных костюмов отечественного производства приоритетных по ценам от 10 до 75 рублей. Также костюмы Деда Мороза и Снегурочки в диапазоне 95-190 рублей. Ежегодно столичная торговля традиционно создает праздничную атмосферу и в полном объеме готова обеспечить покупательские спросы, разнообразные предпочтения жителей и гостей столицы. Что касаемо ярмарочной торговли, Минским городским исполнительным комитетом принято решение от 12 декабря за номером 3944 о проведении массовых мероприятий. В целях организации проведения новогодних культурно-зрелищных мероприятий с 14 декабря уже по 15 января следующего года в районе учреждения Республиканский центр олимпийской подготовки по игровым видам спорта Дворец спорта по проспекту Победителей 4 на территории Октябрьской площади, а также новогодних культурно-зрелищных мероприятий во всех административных районах города Минска. С продажей широкого ассортимента продовольственного, непродовольственного и продукции общественного питания. Государственным учреждением Главное управление потребительского рынка Мингосполкома поручено обеспечить проведение новогоднего культурно-зрелищного мероприятия «Колярный кермаш» на территории Октябрьской площади. С 14 декабря ярмарка функционирует по 7 января 2020 года в период с 12 до 23 часов. С 8 января по 15 января 2020 года в период с 12 до 20 мая. В новогоднюю же ночь с 23 часов 31 декабря до 4 часов 1 января площадка тоже будет рада видеть своих посетителей. Куб Минский Мешторфинвест поручено обеспечить проведение новогоднего культурно-зрелищного мероприятия «Колярный кермаш» в районе учреждения Дворец спорта. С 14 декабря в этот же период, как и на Октябрьской, по 15 января. С 14 до 23 часов в будние дни, в выходные дни данные мероприятия торговые будут проходить с 12 до 23. Новогодняя ночь будет работать ярмарка с 23 до 4 утра. «Колярный кермаш» станет центральным местом на карте рождественских и новогодних празднований города Минска. Мечаным гостям столицы будет предложена Рождественская ярмарка с новогодней елкой и развлекательной программой для детей и взрослых. Для жителей и гостей столицы на Октябрьской площади будет представлена уже знакомая концепция организации Рождественской ярмарки с установкой 12 стеклянных павильонов в виде сот. Альтернатива торгующим предприятиям государственной подчиненности на Октябрьской площади составит предприятие частной формы собственности на площадке возле Дворца спорта. Там установлено порядка 35 деревянных торговых шалей, в которых будет представлен широкий ассортимент новогодней продукции, от традиционных новогодних украшений, подарков до продукции пищевой, легкой промышленности, а также продукции в отрасли общественного питания. Новогодние украшения, искусственные ели, сувениры, подарки, художественные изделия, товары народного творчества, кондитерские изделия, сладости. На колядном кирмаши можно будет попробовать полюбившиеся немчанам и гостям столицы жареные улитки, драники, блинчики с различными начинками, бургеры, хот-доги, венгерские калачи, шашлыки и различные блюда, приготовленные на мангале на гриле. Помимо традиционной белорусской кухни, будут представлены блюда литовской кухни из новинок мяса в тандыре и много-много горячего глинтвина и различных напитков. Развлекательная программа возле дворца спорта подразумевает представленность посредством парка аттракционов и активности для взрослых и детей, катание на ездовых собаках, собачьих упряжках, катание на пони, шоу самоваров, синемабар. Также работают новогодние почты и фотозоны. Самые маленькие гости фестиваля смогут отправить письмо Деду Морозу через импровизированную новогоднюю почту. Также можно будет сфотографироваться с различными символами Рождества и Нового года. Контактная информация по организаторам и времени проведения размещена на сайтах Минский Мештодинвест и ГУПР Мингородсполкома. Информацию уже о районных площадках, новогодних праздничных мероприятиях в городе Минске можно узнать в администрациях районов. Итак, ярмарочная торговля развернется практически во всех девяти административных районах столицы. Например, на площади у входа на Комаровский рынок в эти выходные с 21 декабря начнет работу новогодняя ярмарка «Метелица». Ярмарка представит аллею из 24 зимних домиков с небом и загоньков. В праздничных домиках будут продавать горячую уличную еду на любой вкус сладости, эко-продукты, безалкогольные и слабоалкогольные напитки, глинфейн, сбитень. На данном стритфуде можно будет приобрести товары ремесленников. Мероприятие будет проводиться ежедневно с 12 до 22, а в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января до 6 утра. Следующая локация – это «Арт-арена». На территории ранее пустовавшего завода «Минск-древ» на улице Кальварийской, 21, напротив Короны, в декабре откроется модная ярмарка с футкортом «Кухоль народов мира» и различными развлечениями. Данная площадка нового пространства находится под открытым небом. Владельцы – компания «Ресторанная индустрия». Вопрос к гастрономии на данной площадке закроет порядка 40 операторов общественного питания и пятийных заведений. Здесь будет представлена еда различных кухонь мира, из развлечений фото-зона с каруселью, арт-объектом. Здесь будет работать выставка продажа белорусских ремесленников. 17 декабря уже вчера в тестовом режиме ярмарка приняла первых посетителей. К слову, ярмарка начнет работу также с 21 декабря и продлится до 15 января, работая ежедневно до 23 часов. В рамках ярмарочных мероприятий здесь пройдет фестиваль зимних напитков. Некоторые напитки будут предлагать продегустировать бесплатно. Порадует также дизайнерская елка без единой иголочки, но с шарами и огоньками. Кот на ярмарку и участие в ее мероприятиях бесплатное. Следующая локация это Песочница. Это знакомая ничанам молодежная локация с футраками по улице Куйбышева, 45. Она будет работать в преддверии Нового года с 12 до 21 часа в течение пяти торговых дней с 25 по 29 декабря включительно. Вход также туда свободный. На территорию устанавливается несколько шатров, которые будут обогреваться. Намечена выставка самоваров, ледяных фигур по вечерам файл-шоу. Точек с едой будет порядка девяти традиционно. Это футраки на данной площадке. Стоимость сета была озвучена в районе 7 рублей. Европейская традиция проведения раздельственских ярмарок с глицвейно вкусной едой постепенно приживается в Минске. Поэтому, я думаю, в полном объеме будет удовлетворен покупательский спрос и новогоднее настроение нашим гостям и шутерным столицам. Спасибо за внимание. Большое спасибо, Дмитрий Павлович. Моё выступление будет достаточно кратким, потому что, как мы уже все видим, город готов к проведению новогодних праздников. Город украшен. Новогодние ели стоят, нарядные, красивые. По городу 29 таких ели. Вот сейчас, кстати, ещё будет 30-я ель. Мы её устанавливаем в посёлке Сокол. Сегодня закончим работу над нашим арт-объектом новогодним. Это ратушная площадь, площадка у ратуши, там, где будет установлено и уже устанавливается 12-метровая безхвойная ель. Состоит из 86 шаров диаметром от 60 до 150 сантиметров. Ну и, соответственно, независимыми 11-ю контурами, управляемыми, контурами подсветки. Надеемся, что объект получится интересным. Мы над ним работали долго, волновались. Ну, наверное, оно того стоило. Сегодня осталось ещё конкретно сотрудникам предприятия Минск реклама закончить работу над районными, центральными районными площадками. Они традиционно оформляются позже, ну, по различным причинам, в том числе и потому, что могут непосредственно к Новому году быть уже где-то испорчены. Поэтому они как-то так выставляются поближе уже к мероприятиям. В принципе, как я уже говорила, новогоднее оформление в нашей части уже закончено. Мы видим панно на Октябрьской площади, мы видим основные площадки. Это то, что касается дневного. Ну, уже вечерняя иллюминация, подсветка, в том числе ели, которую мы устанавливаем. Это уже работа наших коллег из Мингорсвета. Спасибо большое. Александр Кутович, пожалуйста. Я свой монолог начну, наверное, с такого приветствия. Добрый день, уважаемые коллеги. И почему я так говорю? Потому что каждый из нас, каждый из нас когда-либо, если кто-то ещё не успел, участвовал в наряжении ёлки у себя дома и в домашних хозяйствах наших. Поэтому мы делаем то же самое, только на улицах, на главных площадях, на улицах города Минска. Поэтому, да, наше предприятие участвует в цветовом управлении города Минска. Руководством города определены основные площадки. И мы совместно с нашими коллегами из Минской рекламы эти площадки наряжаем. Значит, порядка 30 ёлок уже установлены на этих площадках. И мы их, эти ёлки мы украсили. Значит, также мы дополнительно оформили, дополнительно мы оформили улицы по администрациям района города Минска, такие как улица Столетова, дополнительное световое оформление, улица Корвата, путепровод через мост улицы Чкалова. Значит, проспект Партизанский на участке от улицы Кулешова до улицы Кайбушкина дополнительными световыми мотивами были оформлены. Если говорить, чем мы занимались в течение года, то, конечно же, стоит отметить, что основная работа была направлена на проспект Независимости, потому что у нас в течение года произошла реконструкция наружного освещения по проспекту Независимости. Значит, были установлены опоры, которые стилилизованы под опоры города Минска 50-60-х годов. Значит, в том числе модернизации подверглась и сети иллюминации, которые были установлены. И системно мы подошли немножко в другом направлении, то есть мы отказались от традиционных иллюминационных растяжек, которые висели через проспект. Значит, и сделали акцент на установку на опорах объемных световых конструкций. Значит, на участке от улицы Свердова до улицы Янки-Купалы были установлены 64 объемных композиции. Ну, мы их у себя называем люстры, обозвали. Значит, на участке от улицы Янки-Купалы до улицы Козлова была произведена замена световых мотивов. Ранее были установлены звезды, световые мотивы, сейчас мы их обзываем факел. Ну, это с точки зрения подхода к Площади Победы, идеологический. И с точки зрения патриотизма мы оставили такую тематику, такого направления. Что касается елок, еще стоит сказать, что на площадке ВЦ Белэкспо по проспекту Победителей 14 у нас тоже новая елка в этом году. Она аналогична елке на Октябрьской площади, только чуть меньших размеров. Это применение пиксельной системы, где можно выводить изображения на различные световые инсталляции и абстракции на, так сказать, экран в кавычках этой елки. Вот. Значит, в этом году у нас масштабное мероприятие проходило это проведение вторых европейских игр. И, конечно же, наследие этих игр в том числе мы используем для украшения наших площадок основных. Значит, были установлены в период проведения вторых европейских игр световые шары. Мы их модернизировали, доработали под новогоднюю тематику, тематическую, и установили также на основных площадках городских. Таких, как ВЦ Белэкспо, значит, Дворец независимости входная группа, Дворец спорта, площадка по Маяковскому 129, Дворец культуры у елки. Вот. В принципе, по новогодним украшениям, если есть какие-то вопросы, можете задавать основную информацию. Ну и немножко цифры я могу просто так обозначить, что, в принципе, длина иллюминации сегодня в городе Минске составляет 107 километров. Значит, количество гирлянд, используемых для проведения праздничных мероприятий 4685 штук. Количество лампочек, которые расположены на этих гирляндах, 117 755, 765 штук. В световых мотивах используется 1548 штук. Ну и объемные световые композиции, 33 штуки у нас установлены в различных местах города Минска. В общем, вся информация. Спасибо, Александр Анатольевич. Если позволите, перед вопросом, уважаемые коллеги, для вас вот такой пресс-релистик сделал, чтобы удобно было. Можете потом подойти, сфотографировать, забрать. Правда, в одном экземпляре я еще не знаю, сколько здесь у вас будет. Можно будет просто воспользоваться в работе. Если позволите, я еще немножко забыл сказать. Это по режиму работы иллюминации. Она работает с 14 декабря, уже начала работать в городе Минске, по 13 января включительно. На Старый Новый год она будет тоже работать. Значит, режим работы с момента включения наружного освещения городского ориентировочно это 17.00 до 24.00. За исключением четырех суток, это два Рождества и два Нового года у нас, Новый и Старый Новый год. Эти четверо суток будет целые сутки работать с момента включения наружного освещения до момента утреннего отключения. И сегодня это хочется сделать акцент. Спасибо. Есть вопросы? Коллеги, пожалуйста, представляйтесь. Первый вопрос. Спасибо большое за вопрос. Я специально не озвучивал, потому что-то знал, что вы это спросите, наверное. В принципе, в новогоднюю ночь в центральной части города с 23.30 до 4.00 утра будет работать площадка на Октябрьской площади. Да, в этой концертной программе в новогоднюю праздничную ночь будут задействованы артисты, скажем так, различные белорусские эстрады. Это будет достаточно интересная новогодняя программа. И что хотелось бы, в принципе, еще проговорить, что каждое новогоднее представление в новогоднюю ночь пройдет в каждом районе города. То есть, поэтому в основном в среднем время завершения новогодних мероприятий это 4.00 утра. Ну, в каждом районе плюс, соответственно, основная в городе Минске это возле Октябрьской площади. Кроме этого, например, несколько площадок, она будет организована, например, 3 площадки в Афрундинском районе, в Московском там одна площадка, две площадки, прошу прощения. В Октябрьском, значит, в Соколе и, например, здесь у нас, непосредственно здесь приближенные две. То есть, поэтому больше там, насколько я помню, 20 площадок, но можно будет более детально посмотреть потом на сайте. Спасибо, коллеги. Вопросы? Вопрос по существу, да. Я думаю, что мы по этому поводу в Минзу отдельной пресс-конференции пригласим синоптик. Мы слышали там катание на хаске и парк, это уже... На колесико. На колесико. Есть вопрос, пожалуйста. Да, да. Как для жителей города Минска и для гостей столицы, в том числе и для нас, это новинка, это новшество. Мы с этим оборудованием только знакомимся, поэтому мы в эти новогодние праздники мы начинаем с Дворца профсоюза, так сказать, в тестовом режиме, в рамках пилотного проекта, посмотреть отзывы жителей города, что оно собой представляет. Ну и, конечно же, у нас есть комитеты, в том числе и руководство города примет, оценит и даст дальнейшие указания к дальнейшим действиям. Поэтому я считаю, что применение имеет место жить, такое применение проекции, но надо определить площадки, где оно будет логично и красиво смотреться. Поэтому надо прорабатывать дополнительные вопросы по площадкам. На каждом здании, я считаю, что оно не имеет возможности иметь критику, поэтому дополнительные проработки требуют этот вопрос. Большое спасибо. Коллеги, возможно, есть вопросы? Если вопросов нет, мы выясним нашу работу. Большое спасибо. Огромное спасибо нашему тесту. Спасибо.